Как сказать, для бабушки, я думаю, этот дом очень хороший. Тут и магазины, и больницы, все рядом для нее. Думаю, для взрослого человека здесь намного лучше, чем там было. Там был барак, но он был аварийный. Все стены, все уже пошло наискосяк. Полы уже почти сгнили. Делали ремонт там. Так Алексей рассказывает о жилье своей бабушки, жительницы Сенгелеевского района. Почти 10 лет назад женщину переселили из ветхого дома. Но пенсионерка не нарадуется до сих пор. Сейчас рядом с домом номер 29 по улице Шевченко строится еще один с пометкой 29А, куда также переедут жители из аварийных построек. Жилой дом предназначен для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На 24 квартиры он. Сейчас мы на этапе заканчиваем нулевой цикл. И со следующей недели приступаем к каменной кладке первого этажа. Дом одноподъездный, трехэтажный. Планируем завершить его к концу этого года. Жилую постройку возводят из силикатного кирпича. Утепляют минеральной ватой. В доме будет автономное газовое отопление. Новые технологии при строительстве не используются. Однако кое-что на этапе закладки фундамента все же нужно было предусмотреть. На стройке есть одна особенность. Это грунт. Мергель. В сухом состоянии он достаточно плотный, а при влажности начинает спучиваться. Отсюда в здании могут появиться трещины или какие-то перекосы. Чтобы этого не произошло, здание на этапе строительства укрепили дополнительным рядом бетонных блоков. На стройке, кстати, уже поселились первые жильцы. Это котенок. Животное пока без клички. Может быть, имя Петунцу и приют подарят будущие обитатели трехэтажки. Большая часть из которых – жители поселка Цемзавод. Инна Фролова из Сенгелея также ждет переезда в эту трехэтажку. В доме номер один по улице торговый проезд, где она вместе с семьей проживала несколько лет, давно прогнили полы, стены и потолок. Дому 120 лет. Плесень и зловонье вытеснили людей и заняли статус хозяев. Квартиру номер три накупила в далеком 2003 году. Тогда дом выглядел приличнее. Им обещали сделать капремонт, за который они, кстати, платили деньги. Как итог – ни ремонта, ни воды в доме. Только преследующий запах плесени и кочевой образ жизни из одного жилья в другое. Живем в другом доме. Мы жили пять лет в одном доме, девять лет в другом доме. И потихоньку начали строить свой дом. У меня уже сыну 19 лет, пока мы ждем, когда нам отремонтируют дом. Всего до 2023 года по программе переселения из ветхого аварийного жилья новый кровь получат 1282 жители региона. Ринат Алиулова, Герман Баранов, Новости Улправда ТВ из Сенгелеевского района.